Всем привет дорогие друзья и хорошо вам настроение, с вами Рея и у нас очередная серия по черепашкам не за легенды. Ну что же, начнем пожалуй, да? Зайдем в магазин и возьмем бесплатно нашу колоду. Я так понимаю, герои мне здесь не дали, дали только лишь 5 долларов. Ладно, лишним не будет и забираем с вами ревард. Так, поднять уровень персонажа, давайте начнем наверное с боев, но бои будут у нас не простые, а как всегда поисковые. Так, нам нужно прокачать с вами до шестой ступени антивирус и для этого нам понадобится, ага, 10 дорожных знаков. Ну что же, вначале мы с вами вот здесь попробуем, да? Нам в любом случае нужно 3 битвы в сложном режиме сделать. Отлично. Так, и 10 боев в обычном, да? В простеньком режиме, поэтому сейчас мы с вами здесь все это дело и замутим. Так, 3 битвы было, уже 4. Кстати, у нас знаки выпадают, точнее номера выпадают очень обильно. Скорее всего мы сейчас можем прапать. Так, давай-ка глянем, сколько нам там осталось до четвертой ступени. Еще 2 номера, да? Еще 2 номера. 1 и последний, дайте пожалуйста мне. Все, шикарно. Очень я рад. Улучшаем, да? Тратим с вами 3000 мутагена и на четвертую ступень. Вау, а здесь, чтобы на пятую, нужно очень много всего. Ну, приступим, пожалуй, да? 5. Я так понимаю, это фотоаппарат или камера, что-то такое. 5 штучек нам нужно, но вряд ли мы, конечно, сейчас с вами найдем, потому что мы задание уже, в принципе, выполнили. А в холостую тратить телепорт я не собираюсь. Забираем здесь ревард и поднимаем уровень персонажа. У нас 21000 мутагена. Слушай, это неплохо на самом деле. И, наверное, я буду вкачивать. У меня два варианта. Либо Армагона, либо Усаги. Но я хочу Усаги. Потому что Усаги в скором времени у нас будет переходить на платиновый ранг, как только мы с вами накопим достаточное количество платиновых осколков. Так, и давай глянем, сколько у нас тут дубликатов. Ага, на 70 сюриков. Меняем, конечно же, на 70 сюриков. И вроде бы все, да? Хотя я вроде кого-то еще искал. Но сейчас не хочу этим заморачиваться. Давайте заберем остатки наших ревардов. Все. Приступаем с вами к бою. Так, турнирная арена. Мы с вами на Лиге Самураев. Да, три звезды. Ранг 94-й. Быстро они меня, конечно, сбросили. Тут ничего не скажешь. И мы начинаем с вами ответный удар. Так, Антошу мы, наверное, будем с вами брать. Да? 43-й, 44-й уровни. Хорошо. Мы с вами будем тоже брать, наверное... Пойдем, наверное, на равных, я думаю. Да? 44-й, а мы начнем тогда с вами с 43-й. Вот так вот. 43-й, 44-й, 45-й. Тут 45-й. Вот таким вот образом. И, как говорится, посмотрим, кто кого. Нет, можно, конечно, здесь все это намного проще сделать с помощью нашего Леонарда. Но я хочу вот так вот подраться. Усиляем нашу команду, естественно, через майки. Отлично. На атаку мы повысили. Так, дальше Хан понижает, да? Понижает и атаку, и защиту. Это, кстати, не есть хорошо, на самом деле. Ой-ой-ой-ой-ой. Нам надо что-то с вами предпринять, как можно быстрее. Хила у нас здесь нету. Хила у нас, к сожалению, нету. Так, уничтожаем. Ой-ой-ой, кого там? Ну, давай попробуем Эйприл забомбить. Серьезно, что ли? Крэнк, ну ты-то хоть не подведи. Давай, бомбани. Бомбанул тоже мне. Твоюшки, Кимору, а? Что же будем делать? Ладно, хорошо. Эйприл в любом случае надо уничтожать. Так, этот у нас в инвиз уходит. Это хорошо для нас. Это очень классненько. Так, Дони. Нет. Нет, не вздумай. Надо вот так сделать. Так, кто у нас следующий там ходит? Хан. Слушай, опаска. Это большая, друзья, моя опаска. И я не могу его достать. Он в инвизе стоит. Так, дай-ка я пробью, наверное, Хана. Вот так вот. Теперь попробуем пробить Донателло. И мы следующие будем ходить или нет? Мы. Добей, пожалуйста, Крэнк. Добей. Да ладно тебе, ну что ты? Погоди секунду. Фух. Я просто испугался, что мы сейчас с вами потеряем Шреддера. Не хотелось бы мне, конечно, тут фейлиться. Потому что каждый кубок, как говорится, на счету у меня. Так, ну. Какая позиция у нас становится? 61-я. Замечательно. Поехали дальше, друзья. Тут у нас Над, Андрей и Александр. Александр. Кого возьмем с вами? Давай, наверное, Андрюху возьмем, да? 43-й уровень. Как раз то, что нам нужно. Я сейчас буду немножко подходить к этому делу с осторожкой. Возьму Донни Ведения. Возьму вот этого вот Рокстеди, который у нас может поджарить врагов. Возьмем. Нет, не буду я брать. Не буду я брать. Возьмем Хана. Ой, Хана. Шархана. Возьму Тимми. И вот теперь уже можно будет взять кого-нибудь. Во. Монда Гека. Отлично. Вот такая вот команда у меня будет. Зачем я это сделал? Потому что Тимми будет у меня как провокатор, да? Давай, Шархан. Повесь-ка на них. Отлично. Очень хорошо. Здесь два варианта. Либо заблокировать способности, либо ускорить нашу команду. Либо ускорить. Я буду ускорять команду. Я просто обязан это сделать, потому что Тимми сейчас встанет у нас в провокацию. Эй, отвали. Тимми встает у меня в провокацию, естественно. Но он никого не должен пропустить. Он должен отстоять. Молодец. А они, как всегда, все его атакуют. И первым, кто у нас получит в лоб, это, наверное, будет... Это кто у нас? Монателло, по-моему, там, да? А ну-ка. Ммм, слабо. Да ладно, волна еще. Друзья, это плохо. Это плохо. У нас с вами нет хила. Постепенный урон будет нас бомбить потихоньку. Что ж тогда нам делать? Нам нужно как можно быстрее разбомбить врага. И, по-моему, у нас это довольно неплохо получится. Так. А минус Мондагека. И Тимми, наверное, добивает. Давай вот таким вот ударом. Бумс. В патчу, как говорится, карайки, и она одуплилась. Слушай, ну неплохо. Совсем неплохо. Я ожидал намного худшего результата. Я что-то немножко пожанулся даже. Думал, если Тимми сейчас пробьют. А уже после того, как еще и постепенный урон на нас повесили, я вообще... Думал, сейчас облажаемся по полной программе. Но нет. Как говорится, выкрутились. Тридцатая позиция. До сих пор еще в Лиге Самураев 3 звезды. Ну что ж, поехали дальше. У нас тут Рок. Гаргели какой-то. И Самуэль. Ну, я думаю, что мы с вами возьмем, наверное, Самуэльчика, да? Возьмем Самуэля. Так. Уже 52 уровни. Поэтому, друзья, уж с вашего позволения, я возьму Леонарда. Я должен отыграть своих малышей. Да? И я думаю, что вы поймете, для чего это сделано. Раз, два, три. Четыре. Для чего это сделано? Для того, чтобы нам дальше продвинуться с вами. В ранге. Если я сейчас буду равными по силе драться персонажами, у меня просто не хватит героев, и мы с вами сдуемся на ранней стадии. А, как видите, вот здесь все отлично. Я понимаю, что я нечестно играю, но другого варианта не вижу. Понимаете? Вот так вот. Это, как говорится, старая избитая наша стратегия, и поэтому вот за счет нее мы только с вами можем продвигаться. Так, мы уже в Сегуне, 97-я позиция, и, естественно, сразу же опять переходим... Так, давай-ка определимся. Джим, Константин и Дмитрий. Ну, я здесь возьму, наверное, скорее всего, Дмитрия. Возьмем, опять же, с вами Леонарда в откаточку, да? И... Так, кто у меня тут еще? О, еще героев достаточно много, которых я могу, в принципе, отыграть. Вот, начнем вот таким вот образом. Есть большой риск, если Леонарда, например, не добьет кого-нибудь, да? То плачевненько все может обернуться для меня. Ну, я надеюсь, что он справится с этим заданием. Да, все пока хорошо у него получается, он рубит их как капусту, и мы сразу же с вами продвигаемся дальше. Еще, как минимум, наверное, боя 3-4 будет с помощью Леонарда, а уже потом перейдем на основную, на основную нашу пачку. Так, 72-я позиция, до Лиги Сегунов 3 звезды. Попробуем сегодня добраться с вами. И потом у нас будет на очереди испытание. Не знаю, наверное, две штучки сегодня и пробежим. Ну-ка, так. Майки фильм, Крип, Эйприл и... Да, и Майки ролевой. Ну, а как иначе-то? Хорошо, бежит наша командочка. Естественно, Леонардо делает вертушечку. Я надеюсь, все у нас тут четенько пройдет. Полтиннички. По идее, он должен их... Да. Я, как говорится, не сомневался. Немножечко, немножечко я могу сомниться. Но все-таки на 100% я больше уверен. Полтинники он рубит еще хорошо. А вот, когда пойдут 60 уровни, да, там уже будет напряжен. Там уже великая доля сомнений. Например, где-то процентов 30. То, что он может просто-напросто не добить кого-нибудь. Так, ну что же, поехали дальше. Здесь у нас Дмитрий, Константин и Джим. И Джим. Ну, возьму я тогда, наверное, Константина. Так, Лео, давай возвращайся. У нас, кстати, откаты с вами заканчиваются. Вот тут немножко уже есть опасочка. И поэтому я перестрахуюсь с помощью УСАГи. Так, не знаю, если сейчас УСАГи будет первым ходить, естественно, мы, наверное, с вами поставим баф. Нет, УСАГи, к сожалению, пока не первым ходит. Ну, Лео. Вот, вот видите, да? Поэтому надо делать массовую атаку от УСАГи. Я думаю, что он здесь всех положит. Добьет, точнее. Круто. Но согласись, что он имбовый. Мне кажется, у него ульта, вот эта вот массовая атака, не будет уступать от Леонарда, если мы прокончаем. Практически до одинакового уровня. Если УСАГи будет 92-го левла, да, плюс шестая заточка у него, его скилла массовой атаки. Вот как бы там проверить по дамагу, я не знаю. Ну, рулить он должен. Он обязан просто-напросто. Так, Джим все никак не отстает. Все тут крутится вокруг да около. Мигель и Адель. Ну, ну, давай, давай, наверное, давай, Джима. Он уже какой-то третий раз, по-моему, светится тут в кадре. Давай возьмем. Лео откатывается у нас, естественно. Идет морозильная кошка, крысиный король, Бибоп. Кто-то пишет не Бибоп, а Бебоп. Нет, друзья мои, Бибоп. А никакой не Бибоп, это уж точно. И возьмем, наверное, здесь Паукуса. Вот такая вот у меня будет командочка. Я думаю, что мы сейчас быстрее их тут распишем. Если что, Паукус будет у нас, как обычно, на добивке. Ну, Лео, готов? Давай. Полтиннички твои любимые, как говорится, уровни. Но, видите, видите, он не смог их добить. Поэтому Паукус шел для подстраховки. Вот так вот. А если бы я взял какого-нибудь слабенького персонажа, сто пудов мы с вами потеряли. Либо морозильную кошку, либо, как обычно, нашего ватного крысиного короля. Сто процентов. Так, и да, мы перебрались с вами в Лигу Сюгонов. Две звезды. Это уже хорошо. Ну, правда, позиция маленькая. Девяносто восьмая. Но ничего страшного. Продвигаемся потихоньку. Тим, Брисом и Тейлер. Так, уже двадцать кубков здесь, да? Я думаю, что возьмем мы с вами, наверное, Птицом. Да, Птицом. И я думаю, что Леонардо уже не стоит нам брать. Потому что здесь уже приближенные. Единственное, нужно определиться. Давай я возьму Армагона. Возьму здесь Арахзара и Ваньку Стиранка. Ну, здесь массовики-затейники. Об этом тоже не стоит забывать. Здесь у нас, да-да-да, именно тот самый Рокстеди, который может подпалить. Плюс Майки Ролевой, который тоже имеет массовую атаку. То есть нам сейчас здесь немножко придется попыхтеть. Давай попробуем. Посмотрим, как это выйдет. Шикарно, Армагоша. Ну, у Армагона вот эта вот массовая атака тоже имбовая. Согласитесь, тоже имбовая. Да ладно, Майки, успокойся ты со своим отхилом. Он тебе не понадобится. Так, давай попробуем, наверное, пробить Рокстеди. Отличненько получилось. Давай ультракрик. Слабый крик, конечно. Ну, Ванюш, ты-то хоть не подведи меня, родной. Глаза на выкат. И он не подвел. И он не подвел. Ловно справиться с этим заданием. И мы сразу переходим к следующей битве. Кстати, персонажей не так уж и много осталось у меня. Ну, буквально еще, наверное, будет 2-3. Позиция какая у нас сейчас будет? 80. А, 72-ая. Ммм. Так даже. Так, Дима, Антон и Кейт. Ну, я не буду Кейта брать. Я возьму либо Диму, либо Антона. Сейчас посмотрю. Естественно, Антона, потому что он послабее по уровню. И я смогу здесь спокойненько сыграть. Так. И Донателло. Да, друзья, остается у нас раз, два, три. Еще один бой впереди. Кто-то будет не сыгран, к сожалению. Так, здесь 2 Рокстеди. Один иммунитетчик. А, нет, друзья, не 2 Рокстеди. Это у нас Бибоп. И это Хиллер. И это Хиллер. Не стоит об этом забывать. Давай-ка Крик. Ага, прикольно. Так, ускоряет команду. Я думаю, что сейчас будет отхил. Отхил будет. Если успеет. А я сомневаюсь в этом. Нет, он может. Но не всех. Хотя, кто его знает. Давай проверим. Нет. Ничегошеньки у него не вышло. Не успел он отхиляться. Он даже походить не успел. Как мы его разделибанили. Расчекрыжили по полной программе. Ну что же, продвигаемся тогда дальше. И посмотрим на какую позицию. Сегодня хотя бы нужно до 42 места добраться. И будет вообще имба. Потому что у меня начнутся рабочие дни. Там, естественно, я не смогу играть. И меня, как всегда, куда-нибудь скинут. Так, Дмитрий. Два Дмитрия. Неплохо. Так, и Майкл. Хм. По кубкам лучше вот этого взять. Димку, да? Ну и что? Давайте отыгрывать тогда наших последних персонажей. У нас Крис Брэдфорд, как говорится, не в удел получается, да? Слушай, а знаешь, что мы можем с вами сделать? Погодите секунду. Я рискну кое-что сделать сейчас. Смотри. Я возьму Леонардо. Я возьму... Ммм... Зека. Смотри, что я хочу сейчас замутить. Я хочу все-таки всех отыграть. Я не знаю, получится у меня это или нет. Лишь бы только по инициативе мы здесь не сдулись. Но, по идее, Зек ходит первым, да? Потом будет Лео бомбить. Давай проверим. Слушай, по-моему, здесь все-таки мы с вами пройдем каточку. Я отыграл еще персонажей своих. Отлично. Отличненько. Я просто хотел еще чуть-чуть повыше пробраться по лиге. И у меня, в принципе, это получилось. Фух. Какая позиция? Т-32. Шикарно. А вот теперь действительно будет последний бой. И тут я уже могу выбирать любого. И возьму, естественно, у кого больше всего кубков. Вот, например... Так, этого я не буду брать, потому что здесь майки. Давай вот этого Антона возьмем. Раз, два, три, четыре, пять. Вот. Все персонажики сейчас отыграют свою роль. И я могу здесь быть спокойным, потому что, ну, они не погибнут. Это имба, считай, моя вся. Поехали. Начнем с уклонения. Давай пробьем. Попробуем. Угу. Не получилось. Ладно, хорошо. Берем провокацию на Рафаэля. И все. Думаю, сейчас нормулька. Бомбим железноголовую. Так, минус один. Подхилл это тебе не поможет, брат. Даже не думай, даже не мечтай об этом. Этот в инвиз, как всегда, первым, что он делает, это уходит в невидимость. Мы выпускаем с вами смертельную волну, вешаем на двоих. На одном осталась провокация и попробуем его, наверное, зашкерить. Ну. Постепенно урон его убьет, но нам придется его добить, потому что тот в невидимости. И он проявляется только, когда остается последним, да? Ну все, родной, допрятался? Хватит. Все, с лигой у нас на сегодня заканчивается битва. И мы с вами переходим на испытание. Не знаю, две штуки или одну пройти. Посмотрим. А позиция у меня восьмая. То есть лига сегунов у нас, как говорится, впереди трехзвездочная, да? А там и до мастера рукой подать, в принципе. Так, ладно. Друзья, хватит демагогии, и мы переходим на испытание. Так, космические странности, да? Я хочу именно в них поиграть. Оу, ребятуречки, что я вам могу сказать? Космические странности, по-моему, будут, наверное, пройдены полностью. Наверное. Ты посмотри, они мне дали всех, всех моих персонажей. У нас здесь два хила. Провокация, массовых атак полным-полно. Слушай, а мы проходили с вами космические странности полностью? Я вот не помню. Сейчас мы, кстати, глянем, кто у нас там в конце. По-моему, будет разыгрываться Армагоша, да? Хоть он мне и не нужен, но, тем не менее, да? Например, ДНК на Джастина не будет лишним. Или Джастин у нас прокачан? Вот черт, не помню. Если честно, сейчас посмотрим, короче, кто здесь у нас будет вообще в конце разыгрываться. По-моему, Армагон все-таки. Да, Армагон. Ну, я буду проходить только лишь ради космических вот этих черепашек, потому что они мне нужны. На них очень тяжело найти ДНК и где набивать как-нибудь вот в этих испытаниях. Ну что же, три волны. Я думаю, здесь также все пойдет у нас на изи. Двадцатый уровень, естественно, мы бомбим. Без промедления. Так, что у нас тут? Грибы. Кренги эти мелкие, пляшивые. Ладно, все это нормуль, все это хорошо. Так, деребаним. Так, переходим на третью волну. Тут у нас Бакстер, Армагон и нейтрализатор. Все прекрасно у нас тут получается, да? Отлично. Переходим на следующий с вами эпизод. Ну-ка, кто у нас там будет разыгрываться? Покажите мне, пожалуйста. Так, Бакстер, Стокман, это, конечно, хорошо, но он мне не нужен. Также, в принципе, и нейтрализатор. А вот уже после нейтрализатора, когда пойдут космические черепашки, это уже будет интересно. Но не в плане боевки интересно будет, а в плане того, что мы с вами зарабатывать будем ДНК именно на них. Прокачивать нужно их, прокачивать, понимаете? Космические черепашки, они тоже довольно сильны. Ну, так как они у меня не прокачаны, я ими практически и не играю. Самый фаворит у меня, конечно же, это Леонардо. Потом Рафаэль идет, да? После него уже там начинается там зэк, железная голова и так далее. Но я хочу, чтобы у меня был имбой Усаги еще и, наверное, все-таки Армагоша. Вот эти вот самые такие сильные персонажи. И Крэнк. Ну, Крэнка мне, конечно, прокачивать... Ну, я про Супер Шреддера вообще молчу. Ну, их очень-очень тяжело будет перевести в платиновый ранг. Наверное, еще пару лет мне надо будет играть, чтобы набить на них ДНК. Так, ну что, у нас здесь, как мы видим, два босса. Два голема этих, да? Один лавовый, другой электрический. Но я думаю, что здесь-то мы с ними справимся. Потому что это первые боссы, и уровни здесь у них будут, наверное, 45-ый. Против меня, естественно, он здесь ничего сделать не сможет. А вот когда вторая стычка у нас будет, а будет она где-то ближе к концу, да? На восьмом эпизоде, по-моему. Вот там уже будет проблематично с ними драться. Потому что и атака у них будет нехилая, массовая, да? Да и сами по себе они будут очень жирные. Так, Джастина уронили, Белку уронили, Лео Космос уронили. Все довольно легко и быстро. И переходим к боссам. Ну, понимаете сами, да? Это самые первые боссы, которые нам встретились в этой игре. Именно в Черепашках Низа Легенды. С которыми мы якобы вначале справиться не могли. Сбегали, да? За помощью, по-моему, к нам присоединился нейтрализатор. И только с помощью его мы с вами смогли одолеть этих Ахламонов. Ну, сейчас, конечно же, мы тут с вами справимся вообще с ними без каких-либо проблем. Нормуль. Ну что, переходим на следующий эпизод. Главное, что мы с вами получаем ДНК, по-моему, на Рафаэля Космоса, да? Сейчас была, сейчас разыгрывалась. Сейчас посмотрим. Я ведь ничего не путаю? Нет, я ничего не путаю. Рафаэль Космос, как и полагалось. И у нас Леонардо Космос, потом Майки и Донни. Отлично. Поехали. 55-й уровень у нас здесь у вражин. Опять же, друзья, ставлю пока на автобой, но ничего сложного здесь нет. Этих мухоморов мы с вами забомбим без проблем. Причем они такие прикольные, да? Столько у них клешин или лап, я не знаю, как правильно назвать. Так, здесь у нас две мутант-белки плюс крэнги, которые там прячутся в этих бот-машинах. Это их не спасет, конечно же. Так, переходим на третью волну. Ну, тут нас встречают три человека-гриба и две мутант-белки. Ну, сами понимаете, что это все для нас шелуха. Просто с удара бомбим их, никаких проблем у нас нет. Проблемы у нас начнутся где? Ну, где-то, наверное, на эпизоде 7-8. Так, Армагон, да, Донателло Космос и Рафаэль Космос. Тидыч, как Леонардо сейчас хорошо впечатал, да? Мне понравилось. Ну, давай дальше. Хопа! Заблокировали способности. Армагон, ну, понятно, делает свой укус. Пейп промахнулся. Нет, нет, вам не пробить. Не пробить железную голову, которая, тем более, еще под уклонением стоит. Даже и не мечтайте. Как видите, все у нас тут хорошо получилось. И мы переходим на следующий эпизод, где у нас будет разыгрываться, по-моему, майки, да, сейчас? А ну-ка. Леонардо Космос. Леонардо Космос. И мы переходим на майки, да. И потом будет Донателло. И в конце уже Армагон. Слушай, по-моему, мы все-таки не проходили с вами космические странности целиком и полностью. По-моему, нет. Я уже запутался. Я уже запутался, что мы с вами проходили, а что нет. Я знаю, что есть какие-то определенные у нас испытания, которые я до сих пор не могу пройти. Они уж больно жесткие. Например, черепашью бурю я точно пока не могу пройти полностью. Меня хватает только до второго эпизода. Там меня дальше расчехляют. Сами вы прекрасно видите. Да, почему? Кто-то говорит, Рэй прокачивает слабых персонажей. Я могу тебе сказать одно. Если мы сейчас переключимся на наших слабеньких персонажей, то мы с вами надолго встанем на месте. Во-первых, там нужно очень-очень много ДНК, да, чтобы их поднять. Вы посмотрите сами. Я бы с радостью, например, хотел бы прокачать Усаги. Но у меня не получается, потому что мутагеном меня здесь не балуют. В изобилии, да, скажем так. А его нужно очень и очень много. Очень много, чтобы поднять там уровень. После 60 уровня очень много нужно делать затрат. А я себе этого позволить не могу. Так, ну что, добиваем мы с вами Стрелозада и переходим на четвертую волну. И здесь у нас Лео Космос, Рафаэль Космос, ну и, конечно же, Армагон стоит. Во главе всего этого приключения, да? Вот это вот ульта мне, например, не нравится у Майки. Ну, согласись, какая-то она ни о чем. Как-то бросает бомбочку, да, и ногой. Бред. Вау, вау, вау. Нифига себе, я только что увидел у Леонарда массовую атаку. У Леонарда Космос я увидел. До этого я в первый раз ее увидел, кстати. Так, ну что же, победа у нас. Три звезды и мы переходим на следующий. На предпоследний эпизод. Так, Майки Космос мне достается. На предпоследний эпизод, где у нас будет разыгрываться Донателло. По-моему, вот мы с вами доходим до Донателло. И дальше у нас идет просто слив. А слив идет из-за боссов. Я буду сейчас играть своими ручками. Самолично. Так, погнали. Здесь, наверное, мы сделаем уклонение. На всякий случай. Я знаю, что эти охламоны будут бомбить своими лазерами. Причем каждый из них будет стрелять. Так. Нет? Ближний бой, я думал, что будут стрелять лазерами. Нет, я ошибся, видимо. Так, хорошо. Пробили. Тут не добили. Майки добивает. Зек, естественно, слабоват. Для того, чтобы уничтожить с удара. Так, ага. Вот теперь бомбит. Так, минусо нули. Переходим на вторую волну. И здесь у нас крэнги в этих бот-машинах, да? Хорошо, будем наказывать. Минус один. Так. Приходится по два удара делать, чтобы наказать. Так, здесь давай просто ударом. Мне нужны будут вот эти вот все мощные атаки, естественно, на боссах. Поэтому как бы я их сейчас не хочу тратить. С хилом у меня пока все хорошо. Еще никто не потратил на отхилочку. Так, добей его, пожалуйста, Раф. Отлично. Ты что ж ты делаешь? Массовыми атаками решили меня, да? Затравить. Зря, ребятушки, зря. Так, минус. Третья волна. И смотрим, кто у нас тут. А, стрелозадики. Ну, это изи. Это легкие. Я могу даже вот так себе позволить. Ага, что-то два не упали. Ладно, добьем их так сами. Нормуль. А, кстати, в данный момент мы с вами бегаем в другом измерении. Это как раз родное измерение Кренга. Так, ну что? Провокацию? Провокацию, друзья мои. Нет, пока не будем. Мы с вами делать никакую провокацию. Вот уклонение, естественно. Надо будет забабахать. Отлично. Так, провокацию я брать не буду на железную голову, да? Давай, Лео. Да что ты? Смотри, какой сильный, а? Массовая атака от майки пошла. Угу. Ладно, попал все-таки по всем, да? Все-таки он попал. Вертушку я не хочу сейчас использовать. Блин, Армагон меня смущает. Сейчас ведь наверняка будет бомбить своей суператакой. Они все тут хороши. Тут ничего не поспоришь. Ага, лучом бомбит. В кого? В кого? Промахнулся. Солидно. Так. Давай. Нет, все-таки надо Армагона наказывать. Потому что если он сейчас применит свой астероидный удар, очень много у нас ребят пострадает от этого. Что? Опять массовая атака, да? От майки. Угу. Ой-ой-ой-ой. Тихо, тихо, тихо. Надеюсь, зэк еще пока подержится. Давай-ка вот так вот сделаем. Я усилю атаку себе. И начнем их уже потихоньку здесь разбирать. Надо будет хильнуться. По кому бомбит? Только бы не по зэку. Ага, по железной голове бомбанул. Да что ж ты будешь делать? Что ж ты будешь делать, а? Так, давай захил сделаем. Неплохо, кстати. Хильнулись. И начинаем. Нам нужно кто? Майки будет сейчас ходить, да? Минус. Майки уже ходить больше не будет. Так. Не добили чуть-чуть. Раф. Что там Раф придумает? Что это у него такое? Мне понравился его вот этот вот супер удар. Там чомпит. Оух. Тоже нехило, да? Друзья, нам по идее как бы нужно хильнуться. Хильнуться мы можем только с помощью Лео. Но Лео у нас в оглушении стоит. Твою же маковку. Как ты не вовремя, а, Лео? И мы вот таким составом идем с вами на последнего босса. Блин. Фигня полная получается. Что я тебе могу сказать по этому поводу? Здоровица маловато у нас. Вот что я тебе хочу сказать. Ну, хорош обниматься тут уже. Свои ручки тут сжать. Силу тут испытывать свою. Друзья, я не знаю. Попробуем. Ага. Так, он у меня вышел, да? Из отключки. Давай, бомби. Попробуем так вот сделать. Что? Ах ты, бомбит, друзья мои. Бомбит. Минус. Так, успеем хильнуться или нет? Ай! Твою же маковку, друзья. Ну, вы видели сами, да? Завалил мне все-таки зэка. Не хватило нам чуть-чуть. Я просто думал хильнуться. Но Лео почему-то даже и не вздумал откатываться, чтобы я смог его использовать. Хорошо. Хорошо. На две звезды мы здесь прошли. Но, тем не менее, друзья, тем не менее, я попробую пройти дальше. Вот это вот. Восьмой эпизод. Если мы его пройдем для галочки. А пройдем ли мы его? 85-е уровни здесь. Е-простые. Плюс 5 волн. Это будет жестко здесь на самом деле. Очень жестко. Зэк, конечно, тут вообще не подходит. Ну, и Майки тоже. Хотя Майки-то как раз и подходит. У него 82-й уровень. А вот Зэк... Да. Надо будет делать выводы, чтобы Зэка прокачать. Хотя бы до 80-го уровня. Согласитесь. Чтобы он хотя бы стоял более-менее. А то он падает самый первый. Если бы он был бы 80-го уровня, я сомневаюсь, что те боссы бы его могли бы забомбить. Причем с одного удара. Но у него, правда, здоровье было неполное. Так, ну-ка, пробиваем. Отлично. И давай вот эту вот крысу тоже бомбанем. Шикарно. На вторую волну мы с вами заходим. И здесь... А, мутант Белки, в принципе, это ерунда для нас. Хотя 80-го уровня. Ладно, давай вжарим. Так. Дай бимочный. Давай еще одну Белочку уберем отсюда. И... Тихо-тихо-тихо. Не надо буянить. Двойная атака. Молодец, Майки. Отлично. Переходим на третью волну. И здесь у нас... Ага, это... Кракозябры эти. Жалко, массовой атаки нет. Сейчас бы какую-нибудь бомбочку туда... Да? Бросить бы им. Нет. Супервертушку я пока приберегу. Не надо будет на нее распаляться. Да-да-да-да-да. Так, лучше бы они бомбили по Рафу. Ой-ой-ой-ой. Нет, зэк... Вот я смотрю, зэк Вата. Ну, ты посмотри. Ну, сколько у него уже осталось здоровья. Он всю малину мне портит. Хоть его в отряд не бери. Давай хиляться. Чушь. Чем раньше отхилимся, тем... Быстрее у нас произойдет откат по отхилу. Ну, что ты будешь делать? Добей. Все, добили. И он все равно в зэка бомбит, а? Ненасытная утроба. Так, четвертая волна, друзья мои. И здесь все черепашки из космоса. Так, начнем с бомбочки. Замедлили, но не всех. Теперь делаем вертушку. Посмотрим. Угу. Теперь, наверное, мы с вами добьем Армагошу. Как думаешь, добьем? Давай вот так вот. Чтобы наверняка уже. Ух, постепенно урон. Ладно. Что сделать? Что сделать? Добить придется, мне кажется. Да. Вот так вот. Может быть, конечно, постепенно урон смог бы его добить. Но я не стал уже рисковать. Да ладно, зэк. Ей, парсет. Да что ж ты такой... Что ж ты такой ватный? Я... Ну, у меня просто нет слов на него, друзья. Ну, нет слов у меня на этого зэка. Он хорош, он хорош. Но он... Хилятся. В принципе, нужно хильнуться, друзья мои. Но на боссе этот хил бы мне очень пригодился бы, понимаешь? А я его сейчас просто-напросто сфилил для того, чтобы подхилить всего лишь одного зэка, который, опять же, нет гарантии, что выживет у меня вообще даже в этом бою. Ну, давай попробуем что-нибудь смастерить эдакого. Так. В кого? Ага, влево. Это хорошо. В кого сейчас будет этот удар? Предназначен. Друзья, вот об этом я как раз вам и говорил. Что не факт, что зэк у меня дойдет до последнего босса. Господи, зачем я на него только отхил потратил, а? Ай-яй-яй-яй-яй. Да что ж ты промахиваешься-то? Я не могу понять. Чопи, уйди отсюда, а? Нет, все-таки поджарил кого? Ммм, Лео, да еще и постепеночку повесил. Ладно, у Майки, по крайней мере, откатился отхил. Это уже плюс для нас. Все, переходим с вами к боссам. С жутким, свирепым, мощным. Поэтому сейчас будем с вами имбовенько здесь бомбить. Уклонения, по-моему, у нас тоже нету. Но, к сожалению, я потратил его. Но зато есть отхил. Ну, хорошо, что уже бороться. Обратите, как говорится, внимание на меня. Бум-с! Начинается. Бум! Обалдеть! Так, Раф. Ну, делать нечего, придется уж так сделать. Встать тебе в стучку в провокацию. Хильнемся. Вот так это будет происходить дело. И теперь, друзья, бомбим массовыми атаками. И вообще... Воу! Неплохо, железная голова. Так, пробьем, интересно, или нет? Чуть-чуть, осталось, добить. Так, Раф добивает его. Это 100%. Так, и вот это. Сейчас будет молния, наверное, нет? По идее, он должен молнией, друзья мои, бомбить. Потому что у него... Хотя, если мы успеем с вами поставить уклонение, если уклонение нам здесь подфартит... Он промахнулся. Он промахнулся. Так, а ну-ка. Эть! И добивочно, да? Нет! А вот так, извиняй. Вау! 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 Ха-ха-ха! Ну что, друзья, разве я не красавчик, а? На две звездочки. Да, опять же, потому что у нас Зэк. Зэк подвел всю команду. Сфейлился, сдулся, так скажем. И мы получаем с вами последнее ДНК на Армагона, что можно... Короче, я считаю так. Если мы с вами, например, бы убрали Зэка из нашей команды, возможно, мы могли бы пройти вообще без потерь и на три звездочки. Я сейчас не хочу экспериментировать, если честно, друзья мои. И думаю, что мы будем с вами сейчас закругляться, да? Хотел я, конечно, два испытания пройти, но подумал про себя и решил, что в следующую серию мы лучше пройдем оставшиеся испытания, да? Которые у нас будут называться День Дони. То есть мы будем с вами здесь получать ДНК на Дони. В конце разыгрывается Дони космоса. А давай посмотрим, каких нам здесь дадут персонажей. Ну, друзья мои, кисло. Бой, думаю, будет не совсем интересным, потому что всего лишь два героя более-менее сильных. И, как вы понимаете, я дойду где-то до эпизода шестого. Может быть, даже седьмого. А может быть, и на пятом сдуюсь. Все покажет время. Ух! Ну что, друзья, наверное, на этом будем закругляться. Мутаген я набью за кадром. Не буду я вас этим делом смущать. И обязательно увидимся в следующих сериях. Так что, всем до скорого и удачи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!